Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дашенька, а я уже к тебе начала привыкать. А чё так долго добиралась? На дорогах такие пробки. Подумать только, а чё уже на железных дорогах пробки? На железных дорогах? Да. А, да. Господи, ну пошли. Чё власти думают, честное слово? Ужас какой-то. Извини, брат, не знала вашей договоренности. Ну, как дела на Амурном фронте? Победа? Может, там бой? Нет, стоп, гусары, вас и так трое. А я, как говорят у вас в России, в повязке. В завязке. Пса. Ну, сейчас за твое здоровье выпьем и снова в завязке. Да, пока, гусары. Счастливо вам, гусары. Наташенька, Альберт Владимирович просил поторопиться с переводом и благодарил за прекрасные блинчики. А это предсмертные блинчики. Какие? Название такое, французское национальное блюдо. Вот уже умирать собралась. Кто? Десять минут осталось, так успеешь приготовить. А, Дашенька, я тогда, деточка, вас очень прошу, чтобы вы часть еды и отнесли Светочке, хорошо? Тут недалеко она живет, три остановочки на автобусе. Пирожок. Спасибо, Даша, я не буду. Вы сегодня позавтракали одним стаканом воды. Ешьте. Это я пекла. Спасибо. А, вы от бабушки. Ага, ну, мама ушла на массаж. Кстати, у вас отличные духи. Обычно дедовые абитуриентки обливаются по утрам красной москвой. Спасибо за комплимент. На духах стараюсь не экономить. Кстати, меня зовут Дима. Даша. Очень приятно. Вы обедали? А, нет. Каждый раз приходится извиняться за родственников. Конечно, вас бабушка не покормила. Ну, садитесь, тогда будем вместе обедать. Спасибо. А маму ждать не будем. Потому что она на диете. Папа тоже на диете? Папа погиб в автокатастрофе. Извините. Ничего, это было 20 лет назад. Я со слов Фиолиты Сергеевны поняла, что вы втроем живете. Ну да, мама наконец-то нашла жениха, который готов терпеть ее характер. Будет он ей мужем, а она ему музой. Музой. Он что, поэт или художник? Композитор. Валерий Левитан. Во как. Между прочим, он композитор. Да, запомните фамилию Валерий Левитан. Неужели слышали? Да я, по-моему, в какой-то газете читала. У него еще диск выходит. Про него уже и в газетах пишут. Вот прой, да? Где этот Гладрайн столько деньги берет? И на диск на скреб, и на рекламу? Я вижу, вы его не очень любите. Терпеть не могу. Конечно, мама тоже не подарок, но этот. Да если бы не наш обеспеченный дед, никакого Валеры тут и не было бы. Надо же, так откровенный, с малознакомым человеком. Да вы скоро сами все увидите. Мама истеричка, а Валера неуправляемый бабник. Ну, считайте, что я так извинился своих родственников. Это мама. Здравствуйте. Как вас зовут? Даша. Очень приятно. Светлана Альбертовна. Мама сказала, вы в академию поступать надумали, да? Я ради этого квартиру продала в Казяне. Четырехкомнатную. А сколько в Москве может стоить четырехкомнатная? Не знаете? Понятия не имею. Это вы все наготовили? Я. А вам Виолетта Сергеевна не сказала, что я на диете? Я вижу. А вот от хамства, дедочка. Если действительно хотите поступить в академию, советую воздержаться. Очень красивые цветы, Виктор. Спасибо. Когда же это вы умудрились их купить? Пока я была у Павловской? Даша, вы поможете мне написать заявление в милицию? Зачем? Чтобы мне вернули мои колеса. Да мы лучше купим новые колеса. Не надо ничего писать. Ну почему же не надо? Милиция обязана их найти? Ну лично полковник Дегтярёв этим заниматься не будет. А за других сотрудников правоохранительных органов я не ручаюсь. И всё-таки, Даша, я ничего не понимаю. Да? Ну и не надо. Не ожидала Светлана Альбертовна, что мой звонок. Произведёт на вас такое впечатление. Да, Слава. Просто я не люблю, когда мне хамят. Хорошо, давайте договоримся так. А шумелец открывает мою клиентскую базу, а я беру свои слова обратно. Да. И тем более, когда шантажируют. Понятно? Вот так. Я говорил, что в компьютерах тоже кое-что понимаю. Я только в компьютерах. Что же ты думаешь, я компьютерчика, что ли, не найду? Найду. И еще со следующей сделки найму киллера. Чтобы он вырезал ваше зажравшееся академическое семейство. Что-то делать. «Стать»? Счастливая альбом! «Стать»! Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи, здравствуйте. Вольно садись. Я не буду вас учить азам французского языка, потому что все равно к экзамену вы этот язык не выучите. Вы мне назовете, определите проблему, и мы вместе постараемся ее решить. Вот проблема. Что это такое? Это наша тема, потолокоанатомический исследований труб. Алина Федоровна Васильевна сказала следующее. И не надейтесь, что на экзамене вы будете переводить текст про красную шапочку. Вы оперативники о нескадочнике. Вы должны продемонстрировать комиссию знания профессиональной лексики. Я облегчу вам задачу. Я всем вам дам один единственный текст. Экзамен следующий подъем. Вы должны явиться с готовым переводом. Возьмите. Я возьму вот это патологоанатомическое исследование трупа домой. А в понедельник к экзамену Александр Михайлович вам принесет перевод. Хорошо? А труп? Труп себе. Встать, смирно! До свидания. Вольно садись. Трупikat 8. Отд Cross 6. Садись. Ха-ха. Нет машины. Похоже, угнали. Где же она? Была здесь. Вы что, оставили в ней ключи? Кажется, да. Но я все-таки не понимаю, как ее можно было угнать без колес? Идемте. Анфиса Ивановна, к вам пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Помню, помню. Женщина, которая одевается у французских модельеров. Простите, что я в прошлый раз не представилась. Я частный детектив Васильева Дарья Ивановна. Частный детектив? Тогда еще у меня была надежда, что Катя жива. Бедная девочка окончила с собой. А при чем здесь частный детектив? Видите ли, я смею предполагать, что это было не самоубийство, а очень грамотная его имитация? Не понимаю, вы хотите сказать, что ее убили? Да. Я знаю, что вы забрали Катю для того, чтобы ее похоронить. Стало быть, принимали какое-то участие в ее судьбе. Может быть, вы кого-то подозреваете? Катя проработала у нас в ателье 20 лет. Я преподавала в детском доме курсы кройки и шитья. Вот оттуда я Катю и взяла. Вот, собственно, и все мое участие. Ну, мы ведь не могли ее оставить. Вот, девочки собрали деньги. А вы, конечно, не забыли адрес детского дома. Нет, не забыла. Напишите, пожалуйста. Да, конечно. Я знаю, что у нее сын сидит в тюрьме. Да, пока сидит. Катя подала на апелляцию, и сейчас дело пересматривается. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. Да, Шенька. Да, Виолетта Сергеевна. Светлана уехала на пару дней. Можно убрать ее квартиру? Ну, конечно. Я с удовольствием. Ага. Придется убирать квартиру. Дашенька, я могу помочь. Сидите здесь, никуда не уходите. Общаться можно только с бабушками. То есть как? И с детьми. Здравствуйте. Нет, только не говорите, что вы ошиблись дверью. Я этого не скажу. Я пришла, чтобы убрать вашу квартиру. Виолетта Сергеевна прислала. Скажите, а где можно взять... Ну, пожалуйста. А, вот это ведро и шёбра... Нет, ни в коем случае. Не думайте же вы, что я позволю вам драйвить квартиру. Давайте знакомиться. Садитесь. О, мадам, позвольте, я помогу. Ну-ка. Спасибо, сынок. Да ну что? Вот бы мне такого зятя-то. Ой, милый, я ж утюг забыла выключить. Уж посмотришь за ребёнком-то. А я быстренько туда и назад. Валерий Левитан, композитор. Жених Светланы Павловской, но на последнее, прошу не обращать внимания, света не будет целых два дня. Дарья Васильева, очень многим обязана Павловским. На последнее, прошу обратить пристальное внимание. Мне нужно убрать квартиру, а то Эвелия Тестергевна. Придёт проверять. Не исключено. Она останется довольна. Вот, пожалуйста. Уборка квартир. Быстро и недорого. Так, я безумно хочу есть. Даша, вас куда отвезти? Мне нравится Ростикс. Вы откуда, Даша? Я из Казани. Наверное, мало там зарабатывали. Хотите, я отведу вас в шикарный ресторан. Да, да я, я для ресторана не одета. Даша, во-первых, вы же красавица. Во-вторых, у вас изумительные духи. Настоящая женщина экономит на чём угодно, только не на колготках и духах. Я прав? Да. Дашенька, да вы покраснели, я смотрю, да? Боже, я в вас влюбляюсь. Шеф свободен? Прошу. Ланюш, смотри, к какому я, Ланюшке, папочку нашла. Куда ж ты, венок? Осторожно, пожалуйста. Даша, чудное место. Слушайте, у вас просто замечательный вкус. Скажите, Валера. Да. А вы действительно композитор? А что, не похож? Нет, честно говоря, Даша, я ещё не так уж знаменит. У меня выходит только первый диск. Практически уже вышел. Это очень дорого, наверное. Не столько сам диск, сколько рекламная акция, реклама. Но ничего. Фортуна ко мне благовари. А знаете почему? Потому что фортуна женщина, а я нравлюсь женщинам. Правда. Вот, например, Светлана Павловская для того, чтобы заколчить меня в мужья, спонсирует диск, спонсирует рекламную акцию, ну и платит кое-какие долги из моей прошлой жизни. Вы знаете, мне совсем не нравится тон вашего разговора. Всё-таки Светлана ваша невеста. Да. Светлана чудесная женщина, но не в моём вкусе. В моём вкусе не Светлана. Но так сложилось. Мы вместе. Она получает меня, я получаю диск. Это нормально. На Западе называется брачный договор. Оформляется в письменном виде. У вас тоже в письменном виде? Да нет. Даша, я ведь по-своему порядочный человек. Я не могу бросить женщину, которая ради одной моей прихоти продала квартиру. А Света сделала это. Она сделала это из любви. Я ценю это. Я знаю, что такое любовь. А вы знаете, Даша, что такое любовь? Понимаете, Даша? Алло. Да, Виолетта Сергеевна. Нет, не устала. Уже заканчиваю. Валера. Нет, он ушёл, как только я пришла. Хорошо. До свидания. Даша, вы были очаровательны в своём неумении врать. Я буду с нетерпением ждать, когда Виолетта Сергеевна вновь пришлёт вас ко мне. Ой, простите. Я отойду на одну минуточку. Что простите? Валерий, так на чём мы с вами остановились? Дашенька, мы только начинаем двигаться навстречу друг другу. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok